Снег Я знаю один секрет Снег скоро сойдет на неб У снега короткий век Город твой солнцем согрет Поплывет по весенней воде Но я не могу понять Кто дарит нам столько тепла Всем привет! Есть немножко время, поэтому я решил записать ролик А то никак руки не дойдут Так, сегодня я расскажу, как настроить Экран дисплея под себя На подвиг меня сподвиг вот этот экранчик В принципе, мысль уже бродила давно Ну, как бы особо стимула не было Ну, а с этим экраном Решил сделать Ну, и заодно уже перенести И на старый проект Может кому будет интересно Поэтому выложу Сначала Наверное, не очень хорошая Весть Наверное, кто Получает погоду С этой С этого проекта Пришло письмо Что OpenWiz Переходит на API 3 С июня месяца Соответственно Два с половиной работы перестанет Ну, попытался я Попробовать API 3 Он остается как бы бесплатный Но требует подключить Карту На случай, я так понимаю Ну, как Google Play То же самое На случай, если Лимит выйдет Значит, они должны что-то списать Но суть в том, что Карта у меня есть Для Али Долларовая Она Не привязался То есть, он ее сразу Отметает Поэтому пока трудно сказать Что будет как и дальше Год назад где-то пробовал Яндекс Там он такой Ущербный Но что-то дает Там на день По-моему, еще пару Данных Был бесплатный Там тестовый какой-то тариф Решил зайти Посмотреть Они его дают Но на неделю Дальше там Неадекватные цены Ну, короче Жадная конторка оказалась Вообще не вариант Поэтому Пока трудно сказать Ну, во всяком случае Я уже как бы Уже закончил Поэтому Решил выложить Так, сейчас выключу Ну, вот Сейчас Пару слов Вот, как видите Так, ну, телефон У меня, конечно Камера Ужас Она даже Толку не вкусная Ну, ладно Может, что-то будет видно Суть в том, что Эти дисплеи Все настраиваются То есть Можно настроить Все под себя Я уже Чуть дальше расскажу Как Просто Это большой экран Сейчас Покажу Ну Как видите В принципе Тут Можно Настроить Сколько вам надо Эти дисплеи В принципе Сейчас Расскажу Как Запустить Используется Здесь Уже Библиотека Не ТФТ И СП И не Адафруид ГФХ А Ардуино ГФХ Соответственно Здесь Мне пришлось Перейти Использовать ЕСП32 Самая Более-менее Нормальная Рабочая Версия Оказалось 2.15 Сейчас Буквально 2.16 Пришла Вчера Ради интереса Прошил Ну Аудио Вообще Не запустилось Поэтому С 2.05 Начинает Работать Версии Исп32 Но Что-то Какой-нибудь Версии Да что-то Не работает Ну Поэтому 2.15 Была Так Рассказываю Как Все это Дело Попробовать Идем Проект Открываем Файл Settings Идем Настройки Здесь Есть Настройка Для 5-дюймового ХМИ Вот Которые На экране Есть Настройка Для 7-дюймового Тоже Неприятная Новость Пришел 7-дюймовый Выписывал Чуть Позже Чем 5-дюймовый Работает 30 секунд Вспыхивает И гаснет Но Во всяком случае За 30 секунд Понятно Что Экран Очень Блеклый Углы Очень Маленькие То есть Если Так Чтобы Было Большие Кнопки Или Подносом Стоит Ну Может Сойдет А так Ни в каком Сравнении С этим 5-дюймовым Вот так Как у нас В основном Все Это как бы Единичные Случаи Нас Интересуют Больше Остальные Дисплеи Вот это 9488 Или Значит Он Настраивается Это мы И этот Экран Дисплей Мы Комментарим Соответственно У нас Настройки Будут Браться С Файла TFT Arduino GFX Bat Databuce И Там же Лежит Display H То есть Если В папку TFT Мы зайдем Увидим Эти два Файла Вот я Настроил Или 9488 TFT RST DC ICS Вот как видите Здесь Настраиваются То есть Эти три Пина Настраиваются Здесь Какой Дисплей Выбирается Здесь И Второй Файл Шины То же Само Чтобы Протестировать Вообще Работоспособность На этой библиотеке Вашего дисплея Идем В библиотеке Ваш Открываем Arduino GFX Библиотеку Идем В экзам Так Сейчас найду Так График Тест И Запускаем Этот Пример И Как раз Вот здесь Прямо Рядышком Все Настраиваются Дисплеи То есть Берете Настройки Отсюда И Переносите В этот Проект Мете Станции Так Идем В сеттинг Все Здесь Больше Не настраиваются В принципе Настройки Все Эмигрировали С того Проекта С Метео Много Чего Пока Закомментировано Что-то Уже Убрал Так Что Это Тестовая Версия Чтобы Попробовать Остальные Настройки Экрана Находится В файле Сеттинг Сеттинг Открываем Здесь Цвет Часов Дальше Поймете Color Заливки И фонда По умолчанию То есть Дальше Если В настройках Не будете Указывать Цвет То Будут Браться Вот Точь Вам Не Надо Это Для Пяти Дюймового И Семидюймового Это Тоже Все Для Тач Ну В общем То Все Здесь Особо Больше Ничего Не Настраивается Пока Ниже Идут Описания Функции Которые Будут Использоваться Для Настройки Экрана Пару Слов Скажу Вот Перечень Всех Функций В принципе Что-то Уже Похожее Было На Веровской Версии И На 4.7 Гил Черно Белом В принципе Просто Все Мигрировало Немножко Усовершенствовалось XY Координаты Ширина Высота Фонды Список Какие Можно Величина Использовать С 9 До 18 Можно Текстовое Поле Писать Что-то Текст Больше 18 Размерность Там Только Числа Шпек Вот Это Размерность Здесь Папки Дату Увидите Это Цифры Но Используется В основном Для часов И Иконки Это Размер Иконок Для Показа Погоды Дальше Идут Описания Как правило Вот она Функция Ладно Сразу Файл Покажу Так Это Уберем Поближе Подвину Так Ну что Совсем Он Плох Не знаю Фокс Вообще Не Вот Ну ладно Будет Издалека Тоже Пока Не на что Мне снимать Что Есть То есть Главный Смысл Чтобы Был Понятен Экран Создается Название Экрана Допустим Первого Имеет Название Скр Один Точка Дальше Идет Расширение В данном Случа У меня 480 На 320 Экран 2 3 4 5 Ну и так В принципе Сколько Вам надо Внутри Экрана Идет Описание Этих Функций Что Мы Будем Показывать На Экране Давайте Это Какой Экран Сейчас Посмотрю Сейчас Секунду Обновлю Чтобы Увидеть Что Экран Так Это Третий Экран Открою Третий Экран 480 На 320 В конце Я покажу Вертикальный Дисплей Сейчас Нас Рисует Третий Открываем Так Ну тут Остались Как бы Пояснения Можно Несу Внимание Обращать Это Это Функция Показа Времени Координаты 00 Фонд 24 То есть Видите 1702 Это 24 Фонд Дальше Рисуем Дату Sudray Date Ниже Ниже Координаты XY Фонд Дальше Если есть Фонд Будет написан Месяц Или Пусто Или 0 Значит Месяц Пропустится И если Есть Следующий Параметр То Будет Написано День Недели До 18 Включительный Фонд Как я Говорил Используется Дальше Там Цифры Если Ничего Нет Просто Будет Показана Дата Можно Исключить Дату Месяц Или Можно Полностью Поздать Дальше Sun Видите Вот Рядышком Наверное Что-то У вас Там Все Плохо Будет Видно Не Знаю Восход Заход Координаты 150 0 X 150 Y 0 Ш Фонд 12 Дальше Рисуем Луну Под Восходом Заходом Луна Имеет Два Параметра Два Размера 32 И 64 Ну В принципе Захотите Можете Сделать Файлики Под Себя И указывать 48 Какое Вам Рект Ф Это Увидите Там В настройках Экрана Сеттинг Внизу Описание Идут Всех Функций Рект Ф Фил Это Рисовать Прямоугольник И закрасить Без Ф Заглавный Просто Прямоугольник Также Есть Там Окружность По Аналогии Значит Рисуем Закрашенный Прямоугольник 130 Координаты X Y 130 0 Ширина 4 Васота 100 Вот видите Вертикальная Линия За Часами И Цвет Если Цвета Не будет Будет Color Def Вот как Я Ранее Говорил Цвет Можно Десятичный Можно Шестнадцатеричный Цифр Ну Здесь Удобно Есть Утилита Которая Дает В таком Формате Мы Помещаем В общем Нужный Вам Цвет Рисуем Прямоугольник Прямоугольники Круги Рисуется До того Как Нарисуется Весь Экран То есть Сначала Обновился Нарисовал Вот эти Фигуры И Дальше Идет Вот эти Функции Используется Соответственно Можно На фоне Разместить Не часы Конечно Которые Обновляются А что-то Такое Статичное Ну Либо Полоски Квадратики То что Вам Надо Там Еще Сразу Скажу Можно Текст Нарисовать Своим Цветом Ну По Аналогии Их Игрек Фонд Размер И Цвет В принципе Я его Планирую Для того Чтобы Получать Какую-то Информацию По Wi-Fi Там МКУТ Допустим Получается Информация И она Будет Отображаться Где-то В уголке Специально Угол Ставить Чтобы Показать Так Дальше Текущая Погода Рисуем Опять же Закрашиваем Какую-то Полоску Дрейнау Икон Это Текущая Погода Иконка XY 96 Иконки Там Были В Описании Увидите Там Строго 32 Наут Он Используется Только Начиная В 48 64 А Нет Здесь Используются В принципе Любые Иконки В описании Посмотрите Иконка Текущая Температура Каким Фантом Максимальный 48 Ночная Температура Подним Ветер XY Радиус И Каким Фантом Подписать Ветер Нету Фанта Значит Нету Метра В секунду Ну и Давление То есть Если вам Что-то Не надо Вы можете Просто Закомментировать Или удалить Эту строчку Дальше Рисуем Трехчасовой Как видите Вот ниже Нарисованным Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Да Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Так Сочетал Смотрим Семь Ну да Трехчасовые Периоды Рисую Начая Начиная С координат X Y 100 Размер 32 Или 48 Здесь можно Семь Штук Если Вместо Семерки Поставить Ноль То будет Один Квадратик С погодой И это Будет Текущая Погода Допустим Вам не надо Рисовать Вот это Все Окошко Нау Там Иконка Температура Можно Сразу Готовую Изготовку Ввести Если Ноль Стоит И график Рисуем X Y Ширина Высота Это ИД Графика В описании Посмотрите Если Есть Этот Параметр То Будет Подписи Температура В данном Случае Если Этого Параметра Нет Или Ноль Значит Цифр Не будет Просто Будет График Графиков Там По-моему 6 Можно Разных Комбинаций Ноль Это Значит Все Температура Давление И Ветер Один Температура Два Давления Три Один Ветер Четыре Пять Шесть Это Уже Там Комбинации Пошли Температура С ветром Давление Нечасто Почитайте Так Тач Вам Не надо В данном Случа У меня Дошли Экран Может Где-то Найдется Потом Попробую Тач Подключить В данном Случа Тач Это Вот Для этого Экрана Видите Появились Стрелочки По аналогии Настраиваются Все экраны Дается Название Допустим Цифра Два Три Четыре Пять И Соответственно Решение Ставится Создали Новый Экран Самый Простой Способ Обновить Его Написать Ref Подчеркивание CFG Или Просто Нажать Следующий Экран Предыдущий Или Дать Команду Ref В порт Или Еще Через Что Послать И Обновиться То есть Можно Налету Дальше Я покажу Как В принципе Что-то Все Делается Дальше Так Пока Не забыл Как Пристреляться К экрану Ну Координаты Допустим Вот я Указал Луну Ну Тут Можно Луну Ладно Вычислить Во всяком Случае Вы не Знаете С какой Точки Там Лучше Начать Поэтому Есть Функция Вертикальной Линии И горизонтальной Линии Идут Допустим В порт Пишут Тире Вертикально VLN Две точки 100 Не знаю Видно У вас Нет Давайте 200 Нарисуем Появил Появил Скинь То есть Вот так Можно В принципе И пристреляться 230 Видите Прямо Перед Иконка Плес То же Самое С Горизонтальной Пишем H L N Пусть Тишь 230 Будет Линия Почти Совпала Я не вижу Ладно 200 Не знаю Может у вас Рассмотрит Что-то С телефоном Дело Даже не знаю То есть Нарисовался Линия Вот так Координаты Можно Вычислить И Вставить Вам Нужную Функцию Потом Идем В этот Файл Допустим У нас Все Устроило На этом месте Что-то Должно Нарисовать Открываем Наш файл Заносим Нашу функцию Что мы хотим Там С координатами Сохраняем Идем Да После второй версии FTP Не работает Корректно То есть Ну Можно сказать Не работает Название файлов Неправильно Отображает Там С подчеркиванием Соответственно Ничего не копирует И Не загружает Поэтому Для этого Используем HTTP Идем Вот Мой IPшник Допустим Хотите узнать IPшник Просто пишите В порт IP И он Вам скажет Какую IP Ваша Метистанция Идем Выбираем На сайт На IP Адрес Нашей станции Выбираем Upload Выбираем Файл Какой Мы хотим Загрузить Я Конфиг Вставлю Потому что Сейчас буду Перегружать И Уплоуд Потом Дать команду REF Экран Обновиться И увидите Сразу Новый Компонент Который Вы добавили На экран Так Если вкратце Нам уже Более Менее Все Рассказал Давайте Туда Экран Пролезли Это Третий Экран Был У нас Так Это Четвертый Экраны Идут По Очереди Доходит До Последнего Если Файл Не Найден Допустим Какой Одиннадцатый Или Пятый Значит Он Возвращается На Первый Следующий Это Просто Я Для Примера Накидал Все Тут Можно Динамически Все Менять Изменять Что Вам Сейчас Еще Покажу Где Фото Пару Слов Скажу Так Это Мы Вернулись Да Так Вернулись Хорошо Это Просто Для Примера Накидал Сам Я Использовать Народин Максим Главный Критерий Что Это Фото Сейчас Посмотрю Ну Шестой Судрый Календарь Еще Надо Поясним Из Функции Календарь Координаты XY Размер Фонтуа С каким Рисовать Календарь И Если Пусто Значит Просто Один Календарь Если Цифра 2 Стоит То Будет Два Календарика Рядом Как Вот В данном Примере Здесь На данном Экране Фонд Максимально 6 9 Уже Не По месяц Второй Календарь Поэтому 6 И 2 Если Хотите 1 На Полэкрана Значит Фонд Может 12 Указателей 9 Будет 1 Чисто Обзорный Формат Видео Поэтому Если Будут Вопросы Задавать Или Что-то Интересовать Как Видите Чисто Один График Да Вот Нашел Фото Вот Есть Функция Судро Фото По Этой Функции Это Значит Будет Ображаться Фотография Без Разницы На каком Экране Если Есть Эта Функция Значит Фотография Будет Ображаться Координаты XY Размер Окна То есть Если XY У вас Будет 0 0 Ну По Умолчанию Значит Будет На весь Экран Если У вас Сейчас Лесну Вот 0 0 Координаты Фото Значит На весь Экран Будет Соответственно В данном Случае У меня Загружается Фотография С Hattie TP Был Там Как-то Обзорчик Я Показан Как У меня Есть Сервер И Соответственно Оттуда Фотки Грузится Указываем Ниже Слайд В каждом Экране Где есть Фотографии Можно Указать Период Слайд Шоу В данном Случа 15 секунд У нас Стоит По-моему А нет Нет Экран Ну Суть не меняет Потому что Здесь в окошке Я показываю Я до него Не дошел Сейчас покажу Следующее Окошко Вот Смотрите Вот Фото Координата 175 0 Соответственно Можете Прикинуть 480 175 0 И окошко 305 На 240 Соответственно Слайд Шоу Период 15 секунд Указываю URL JPG Их можно До 3 штук Указывать То есть Если один Не ответил Берется Второй Если третий Нет Не ответил Читается Либо Со SPIVS Либо С SD Карты Если у вас Есть фотки Там В SPIVS Формат Там и Описание Сделал Фото И Цифра На SD Карте Просто Цифры Вот Указываю Вот у меня 320 Папка Ну Соответственно У меня там Фотки лежат В формате 320 На весь Экран Я указываю В экране 480 Это в другом Экране 00E И соответственно Грузится фотки На весь Экран Ну в принципе Это все Что вам показать Дальше И для фото Надо еще Если у вас Грузится С сайта Мы же не знаем Сколько у вас Там фото Чтобы он Не Гонялся Там Рандомно И Искал Эту фотку Указываю Максимальное Количество Соответственно В этом Промежутке Он Будет Формировать Имя Файла Это Можно Также указывать Соответственно В каждом Экране Если у вас Здесь фотография Ну все А ниже День Room Дрейрум Это вот видите Внизу 25 на 30 Это комнатная Температура Влажится Если Стоит Единичка Последний Формат Это значит Она будет Горизонтальном Формате Если Ничего Нету Значит Будет Сверху Температура Снизу Влажность Ну Соответственно Каким Фондом Нарисовать Но Это При том Что Если У вас Есть Датчик На этой Станции Либо Вы Принимаете В Wi-Fi 433 Там В Куте Или еще Каком-то Виде Вы Принимаете В данном Случа У меня По Wi-Fi Принимается Как видите Тут Ничего Нет Эту Температуру И Принимаю Температуру С внешнего Датчика Видите 21 Град Точка Спереди Это Показывает Что Температура Не с Open Веза А именно Температура Моя С балкона Точка Это Как раз Показывает Так Ну Все Вроде Как я В общем-то Рассказал В Двух Словах Давайте Загрузим Покажу Вот Есть У меня Один Экранчик Я Приготовил Скорр 1 320 На 480 Вот Я его Открываю Тайм Дата Берем Идем На Страничку Исп Вот Конфиг Текста Я уже Выбрал Нажимаю Upload Хорошо И Делаю Перезагрузку Но А Еще не сказал Для того Чтобы он Понял Что надо Что надо Открывать Именно Этот файл А не 480 На 320 Мы Берем Конфиг Тесты Но для Чего мы Его сгрузили Я его Объяснил Открываем Конфиг TXT Ориентация Экрана 0 Я просто Уже до этого Поменял 0 Это было До этого Портрет 1 Это будет Ландшафт А Хорошо Это 0 Надо Ставить Что-то Я не То Загрузил Хорошо Меняю 0 Сохраняю То есть При загрузке DSP Поймет Что у нас 320 На 480 И Соответственно Будет Грузить Файл С Реширением 320 На 480 Давайте Занов Загружу Вправленный Файл Конфиг TXT Отлоуд Все И Перегружаемся Даем Команду RST Перегружаем Как видите Экран уже Повернулся Ну Ну В принципе Тут Как Есть Просто Я Перенес Вроде Компилируется Все Ничего я Не Подключал Ни Ни Кнопок Ни Энкодеров Просто Такой Эксперимент Пока Ну Все Как видите Экран Повернулся Теперь Можно Тут Сколько Вам Угодно Потому Потому Изначально Периодически Были Вопросы Там Версия Самая Первая По-моему Была Light Именно Такая Вертикальная Интересовались Куда Она Делась Что То есть Есть В принципе Категории Которые В общем Такой Играм Нравится Ну Все Буду Чувствовать Будут Вопросы Задавайте Или Пожелания Все Всем Пока